Те, кто читает на иврите, знают, что все равно в ивритском тексте есть такие штуки, как огласовки. Система знаков, специальные такие пометки, которые ставятся возле букв. Эти знаки печатаются только в некоторых видах литературы, когда правильное произношение слов особенно важно. Например, в молитвенниках, энциклопедиях, книгах для детей, песнях. То есть обычно в разговорном иврите огласовки не печатаются. Вы знаете это. В печатных изданиях текстуры также стоят с огласовками. Ну, в смысле, вот печатная Тора, да. Также вы знаете, что каждой букве ивритского алфавита соответствует числовое значение. Вы уже знаете это, да. Буква алф – это один и так далее и тому подобное. Своя система. Также в иудаизме рассматривают текстуры как некую совокупность различных чисел. Вы понимаете, да, что если каждая буква имеет свое число, соответственно, из этих чисел мы можем составлять какие-то комбинации чисел. И здесь мы подходим к такому вопросу, который называется гематрия. Тоже очень такая интересная история. Что делает гематрия? Гематрия помогает увидеть смысловые грани в тексте Торы, согласно учению. Гематрия. Хороший вопрос. Да. Как делаются выводы? Например, если два отрывка писания имеют одно и то же значение по числу, вот берем два вообще абсолютно разных отрывка писания. Вообще в контексте они отличаются во всем. Но если сложить все буквы и получается, например, 584, и, например, мы берем другое место писания, слаживаем тоже, получается, 584, то эти места писания, они соединены друг с другом. Хотя эти места писания могут быть совершенно разные. Но на основании вот этого подсчета можно построить гематрии, можно построить какую-то систему толкования, можно дать какое-то объяснение. Вот вам и кабала готова. Сейчас я вам расскажу. Да-да-да-да-да-да. Очень модная сейчас штука. Христианская института? Есть такая штука, как нумерология. То же самое, в принципе. Некоторые, значит, да, а некоторые нет. Итак, существуют самые разные переводы Торы. Один из таких выдающихся переводов Торы — это Таргум Анкелос, перевод Анкелоса, сделанный во II веке Анкелосом. Выдающийся. Таргум Анкелос. Просто, чтобы вы знали. Мы же с вами вернулись в простые материи. Таргум. Перевод Анкелоса. Перевод. На Арамид был перевод сделан. Арабский. Ну, это просто здесь как бы вопросы перевода. Ну, Тораж переведена на многие, да? Нет, один из известных, неправильный. Послушайте, да, переводами надо пользоваться разными. Как мы уже говорили, значение слова Тора на иврите — это наставление. И наставления очень часто в Торе сформулированы как заповеди, да? Мы знаем это слово — митцва. Митцва — заповедь. От слова цав — приказ. Заповеди делятся на некоторые виды, на несколько видов. В частности, если речь идет о 613 заповедях. Есть заповеди повелительные и запрещающие. Делай и не делай. Число повелительных заповедей равно 248. Обратно же мы говорим с точки зрения иудаизма, да? 248. Число повелительных заповедей. Как говорят, по числу частей в человеческом теле. Не знаю, не проверял. Интересный момент такой, да? Число запрещающих — 365 по числу дней в году. Вот так вот. 613 заповедей, на которых, как они говорят, есть ссылка в письменной торе, называются «Митцвот де Орайта». Просто запишите для себя термин. Митцвот де Орайта. Да. Так их называют еще. 613 заповедей называют еще также «Митцвот де Орайта». Существуют также дополнительные заповеди. Их всего лишь семь. Например, зажигание свечей в Хануку. Их установили мудрецы, и называются они «Митцвот де Рабанан». «Митцвот де Рабанан». Мы знаем, что существуют заповеди, которые относятся к определенному времени, месту. Например, только построены вокруг храма. То есть заповеди, связанные с храмом, сейчас невозможно исполнить. Вы понимаете это, да? В самой еврейской традиции не существовало слова «религиозный». Евридское слово «дати», «религиозный» произносит, производное от слова «дат», «религия» появилась только в современном еврите. И его не было в средневековой евритской литературе. Дело в том, что еврейская традиция проверяет отношения человека к Торе прежде всего по его поведению, насколько он выполняет заповеди. С еврейской точки зрения нелепо рассуждать о религиозности еврея, который, например, не проявляет должного уважения к своим родителям, или ест свинину, или не воспитывает своих детей в духе Торы и так далее. Это все равно, что говорить о треугольном квадрате. Ведь если, ну мы понимаем, да, если объект треугольный, то это явно уже не квадрат. То есть если ты ведешь себя таким образом, то ты явно уже не такой. То есть если ты нарушаешь заповеди, то ты никак не праведник. Особые люди, которые всю свою жизнь прожили в соответствии с законами Торами, называются цадики. Праведники. Цадик. Слышали такое, да? Хасиды и цадики. Праведники. Люди, которые прожили серьезную жизнь, посвященную идуизму, Богу. Если еврей возвращается к еврейству, Ну вот он просто ходил, ходил, не отождествлял себя сибирийским народом и вдруг решил, так сказать, вернуться в лоно родного народа. Такого человека называют Бааль-Тшува. Бааль, господин Тшувы, так вот дословно, вернувшийся. Не, ну просто как бы как понятие. Вот этот человек вернулся, а потом уже, если он втянулся, то все нормально. Бааль-Тшува. Бааль, это господин. Бааль, да. Вы учили уже? А Тшува это возвращение, да. Ну, вы многие слышали такое выражение, как избранный народ, да? Как вы думаете, что это означает? В каком смысле еврейский народ избран? Что значит избранный народ? Для священнодействия, да. Традиция отвечает, избранность еврейского народа не означает, что он лучше или хуже других народов. Избранность это связано исключительно с тем фактом, что народу Израиля была дарована Тора. Не так, не просто как книга, а путь жизни. Даровано для того, чтобы он жил по Торе везде и всегда. Мы понимаем, что избранность это не значит лучше, просто Бог выбирает один народ, наделяя его определенной ответственностью перед другими народами. Как есть такая история, когда Бог предлагал Тору одному народу, отказались второму, третьему. Приходят к еврейскому народу, говорят, а вы хотите? Они говорят, а сколько это стоит? Он говорит, а, сейчас крижали до заповеди. Он говорит, да ничего не стоит. Он говорит, ну дайте тогда две. В отличие от других религий, еврейство не считает всех остальных людей однозначно грешниками. Ну, как бы. Потому что для нееврея, согласно Торе, существуют так называемые семь заповедей сыновей Ноаха. И если нееврей будет следовать им, то он также может иметь какой-то шанс. Семь заповедей сыновей Ноя. Может быть, кто-то знает их? Записывали, да? Вот эти заповеди. Не отрицать, а также не проклинать Бога. Не поклоняться идолам. Не убивать. Не красть. Не предаваться разврату. Не есть часть от живого животного. Судить по справедливости. Поэтому вы можете смело сказать, если вы не еврей, потому что я исполняю всем заповедей Ноя. Судить по справедливости. Не есть часть от живого животного. Не евреи, сознательно принимающие на себя те ограничения и выполняющие их, называется Хасид Умод Хаолам. Праведник народов мира. Хасид Умод Хаолам. В современном Израиле термин Хасид Умод Хаолам официально закреплен за неевреями, которые спасли евреев. Помните, да? Аллея праведников, так называемая. Во время войны и погромов, и каких-то других страшных вещей. Иудаизм, традиция иудаизма категорически не принимает миссионерского подхода к неевреям. То есть не приводится никаких попыток обратить неевреев в иудаизм. Вообще. Никого не агитирует пройти геюр. Не просят, не проводят евангелизации, так сказать. Не зовут. А какая причина, как вы думаете? Сообщаться можно по-разному. Не смешиваться. Совершенно верно. Вы помните, почему Бог говорил израильскому народу, когда они входили в землю? Не бери в жен, ничего с ними общего не имей. Потому что они могут быть сетью для тебя. То есть перед тем, как нееврей, он заход, или скажем так, станет евреем, пройдет обряд геюр, проходит обычно очень много времени. Очень много времени. И снова и снова такого человека отговаривают. И снова и снова он должен упорно показывать всем свое страстное желание. То есть это очень непростая процедура пройти геюр. Ну как бы она требует... Это не просто ты пришел, говоришь, ну все, обрежьте меня. Шма Израэля, Данай Лохейну, все, помолился, всех богов отрекаюсь. Все, я еврей. Так не будет. То есть это целый процесс. И он будет очень непростым. Так, хорошо, идем дальше. Поговорим о книгах еврейской традиции. Мы знаем, что Тора изначально существовала в виде книги или свитка. То, что касается устной Торы, то ее большая часть существовала, и в определенном смысле существует, не в книгах. То есть не в виде конкретного текста. Есть определенные наставления, которые тоже передаются сейчас. Тем не менее, мы знаем, что была угроза потерять что-то из еврейского наследия. Поэтому многие части устной Торы, они начали записывать. На сегодняшний день существуют огромные библиотеки еврейских книг, содержащие письменную и устную традицию народа Израиля. И число этих книг на самом деле огромно. Разумеется, в Ешивах пытаются учить Тору, но большее ударение все равно делается на изучение именно трудов раввинов. Итак, мы говорили, почему это происходит, потому что считается, что просто, если ты будешь голо изучать Тору, ты не разберешься в ней. И для того, чтобы облегчить нашу жизнь, предлагаются уже решенные ситуации, которые были, которые уже рассматривали. Зачем думать два раза? Зачем изобретать велосипед? Допустим, если твой вопрос относится к разделу чистого-нечистого, ты можешь достать определенный раздел Талмуда и посмотреть вопросы кашрута, например. И уже примерно искать какую-то ситуацию. И потом проконсультироваться с раввином и сделать вывод о том, например, можно тебе вот это именно кушать вот так вот приготовленным или нельзя. Так, хорошо. Смотрим. Проходит еврейское обучение в таких учебных заведениях, которые называются Ешива. Ешива. Да, учебное заведение, где изучается Тора и Талмуд. Ешива. То есть вы слышали такое, да? А также хедер. Ну, да. Я думаю, что Ешива для… Я думаю, что возраст, может быть, я ошибаюсь, хедер для более мелких подростков. Ну, я, насколько знаю, что как бы с пяти лет начинали изучать Тору раньше. Почему? Потому что брали в плен, и как бы дети должны были понимать, если их взяли в плен, они должны были помнить Писание. Ну, сейчас садики, я думаю, школы еврейские есть. Наверное, после школы вот так уже серьезно. Да, типа института. Итак, мы рассмотрим теперь, какие книги, собственно говоря, изучают. Собственно, мы говорили Танах, Тора, Пророки Писания. Это вы уже знаете. Существует очень много различных комментариев на Танах. Комментарии? Комментарии, которые уже тоже готовы, к ним обращаются. Например, таких еврейских мудрецов, как Раши, Маймонид, других раввинов. То есть уже готовый вариант. Еще раз, смотрите, что получается. В принципе, у нас тоже в христианстве есть такая проблема. Иногда бывает, когда мы слушаем проповеди, просто как комментарии на какие-то вещи, сами забываем размышлять над Писанием, сами забываем делать выводы. Мы как бы не приучаем себя делать выводы. У нас есть там, например, какой-то вопрос, там, например, семейный вопрос. Мы раз взяли пять книжек о том, как сделать свою семью счастливой, пять шагов, десять принципов и так далее и тому подобное. И, как правило, как бы непонятно, откуда взяты эти принципы. Там проводят места Писания, но как-то оно, вы знаете, как-то по-разному их приводит. Есть хорошие, а есть не очень хорошие. Поэтому учимся сами. Да. А придумали новое. Совершенно верно. Итак, самая изучаемая книга устной традиции – это Талмуд. Мы уже говорили. Танах – это то, что нам известно, как Ветхий Завет. Мы вчера уже разбирали это. А Тора – это часть Танаха. Да, первых пять книг. Самая изучаемая книга устной традиции – Талмуд. Ее название в переводе с арамейского означает «изучение». Это книга, которую невозможно просто прочитать. Эту книгу надо изучать. Поговорим. Текст Талмуда состоит из двух слоев. Меньший фундамент – это Мишна. И больший, содержащий критический анализ этого фундамента – Гемара. Сейчас мы разберемся у них. Возможно, вы слышали, да, Мишна и Гемара. Можно. Текст Талмуда состоит из двух слоев. Меньший фундамент – это Мишна. И больший, содержащий критический анализ этого фундамента – Гемара. Мишна и Гемара. Ну, вот смотрите. Можно примерно показать, как выглядит Талмуд. Как выглядит, собственно говоря, то, что есть. Текст Талмуда состоит. ölчился в «Алиин. Продолжение следует. Мишна и Гемара. Мишна и Гемара» «Лючка Казахстана – Гина, Алиин. Колеса, Гимара». «Лючка Казахстана» «Лючка Казахстана» «Св semel. Мишна и Гимара». «Лючка Казахстана» Вы для себя суть. Вы возьмите. Итак, что такое Мишна? Мишна фактически ядро Талмуда, написанное на иврите. В сущности, даже правильно сказать, не написано, а записано, поскольку это не сочинение в литературном смысле, а выстроенное, как правило, не в хронологическом, а в смысловом порядке, собрание высказываний и решений раввинов в многих поколениях по разным вопросам. Работу по записи Мишны завершил примерно в 200 году нашей эры Раби Ягуда Ханаси. Ну, там были еще потом доделаны его учениками некоторые кусочки. Да, она чата была, как они говорят, примерно за 200 лет до нашей эры. Еврейские мудрецы этого периода называются в традиции Танаим. Танаим Арамейское слово Тана происходит, как и еврейское Мишна, от того же корня Шана, означающее учиться и повторять изученное. Само это название подчеркивает, что Танаим ставили перед собой задачу собрать и сохранить переданную им от мудрецов периодно Кнесета Хагадала традицию, чтобы она не забылась, ее могли изучать следующие поколения. Конечно же, большой вклад в составление Мишны внес Раби Акива, а также его ученики, которые отредактировали большую часть Мишна-Йод. И сделаем мы перерыв. Как раз вовремя.